С новостями вторника вас познакомят корреспонденты программы «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Коротко о главном. 70 рублей за литр 95-го. Эксперты прогнозируют резкий рост цен на бензин. Какие аргументы приводят в пользу своей теории? По карману только обеспеченным. Почему банковские кредиты, по мнению аналитиков, вскоре станут дорогим удовольствием? Алтайский край присоединился к сбору помощи для жителей Курской области, где открылись пункты приема и что там ждут прежде всего. Итак, бензин подорожает до 70 рублей за литр. Эксперты предупреждают водителей, что стоимость топлива повысится уже в сентябре. По дорожанию бензина предвлекли специалисты одной из крупных негосударственных корпораций развития и ряд федеральных экспертов-экономистов. По их мнению, цена на топливо совершит скачок уже через несколько недель. По предварительным прогнозам, литр 95-й марки бензина в розницу в Москве будет стоить 70 рублей. То есть в среднем стоимость литра прибавит в цене сразу 8 рублей. Регионы, по оценкам специалистов, общая тенденция стороной не обойдет. Но взлет цен должен быть не столь значительным. К причинам удорожания эксперты относят геополитические обстоятельства и базовые проблемы. Среди первой группы – перебои с транспортировкой топлива железнодорожным транспортом, сокращение выпуска нефти, а также возобновление с сентября экспорта бензина. Среди базовых причин – продолжающийся в начале осени активный сезон отпусков и сбор урожая дачниками. Эксперты советуют автовладельцам пользоваться картами лояльности, чтобы сэкономить. И не исключают, что на фоне подорожания горючего в цене по цепочке подорожают логистические услуги, продукты и другие товары. А еще продолжит расти стоимость кредитов для населения, уверены аналитики. Во-первых, с сентября выдача с суд станет для банков более затратной. А во-вторых, не исключено очередное повышение ключевой ставки Центробанка. Все это может отразиться на процентной ставке по кредитам и уже сейчас влияет на поведение заемщиков. Многие торопятся успеть до осени взять взаймы у банков. При этом известные российские экономисты призывают людей отказаться от кредитов. Мол, все это слишком рискованно. Так брать или не брать в долг у банков? С этим вопросом мои коллеги обратились к известным экспертам. Есть кредиты? Пользовались когда-нибудь, нет? Да, конечно. Как вообще к ним относитесь? Ну, положительно. Почему? Ну, если вовремя платить, то проблем не создается. На то, что проблем не возникнет, надеется каждый заемщик, когда берет кредит. А банковские займы у населения нашей страны, как и многих стран мира, весьма востребованы. По оценкам экономистов, кредиты есть больше, чем у 50 миллионов россиян. И многие из них именно сейчас снова желают взять взаймы у банков. Спешат заемщики из-за возможного роста ключевой ставки. Очередное заседание Центробанка пройдет 13 сентября. И, соответственно, повышение процентов по кредитам. Вопрос, брать или не брать, у барнаульцев вызвал разные суждения. Не при нынешней ситуации, которая творится у нас на рынке. На данном отрицательно. Ставка очень высокая. Нет. Сейчас точно нет. Я потерплю. Иногда выручают. Приходило в жизни брать кредиты. Ну, сейчас вот я взял ипотеку, чтобы помочь детям. Прямо сейчас кредит может быть, потому что инфляция, она съест эти деньги, если ставка будет фиксированная без всяких там подводных камней. То есть, наоборот, может быть даже выгодно. Известные российские экономисты призывают людей отказаться от кредитов. Мол, слишком рискованно для заемщиков на фоне растущей инфляции и стоит дождаться стабилизации экономической ситуации. Местные эксперты не столь категоричны. По их мнению, верить в снижение темпов роста цен точно не стоит. И если кредит не блажь, а жизненная необходимость на лечение, покупку первого жилья, при правильном расчете вполне возможно и рискнуть. К тому же, уверен барнаульский экономист, повышение ключевой ставки Центробанком не сдерживает, а наоборот разгоняет инфляцию. На мой взгляд, в этих решениях логики нет никакой. То есть, они, особенно в современных условиях, только вредят экономике, бизнесу и людям. То есть, чем выше ставки кредитные, тем выше нагрузка, выше издержки фирм, выше цены. То есть, это один из стимулов инфляции, ради которой, собственно, борьбы с которой, нам говорят, и повышается. В то же время, говорит Ишболдин Кронберг, в нашей финансовой системе пора уже, в принципе, слезть с иглы массового потребления. Конечно же, кредит – вещь хорошая, полезная и в плане, так сказать, потребительском, очень серьезно влияющая на экономику. Но, с другой стороны, ну, как бы, старшее поколение, во всяком случае, помнит времена, когда никаких кредитов не было, и люди как-то жили, справлялись, так сказать. То есть, возможно, как бы, я намекаю на то, что возможно и другое, так сказать, развитие, другая модель, так сказать, или парадигма, как иногда говорят, развитие. В рамках которой, в общем, целая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, они просто не стоят. Но пока отказаться от кредита в принципе, не готовы ни финансисты, ни многие рядовые граждане. Я не брала никогда кредиты и не планирую их брать. Ну, вообще, это удобно. Если ты точно знаешь, что с этим рассчитаешься, то и проблем не будет. Конечно, выручают, нужны. Кредит, говорят все, без исключения экономисты, требует холодного математического расчета. Его результаты дадут объективную картину, стоит ли залазить в долговую кабалу. В большинстве топовых банков средняя ставка по потребительским кредитам уже сегодня от 18% и выше. И она, убеждены аналитики, продолжит расти. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский край присоединился к сбору помощи жителям Курской области. Пункты сбора открылись в первые дни вторжения в ССУ. Как сейчас можно помочь жителям Курской области, многим из которых пришлось покинуть свои дома, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Вещи для деток мы сортируем по категориям. Вот, например, комплекты от нуля до двух месяцев, вещи от нуля до трех месяцев, комбинезоны зимние. То есть мы подготавливаем, все сортируем, все индивидуально упаковывается. Всего за неделю фонду за своих удалось собрать порядка 18 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В приоритете медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, вода, новые спальные принадлежности, детское питание, подгузники, пригодится все. Напомним, на прошлой неделе в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. По состоянию на 12 августа из Курской области эвакуировали уже больше 120 тысяч человек. Все эти люди, уезжая, брали только самое необходимое. Уже в первый день вторжения в СУ Алтайский край объявил о сборе помощи для жителей Курской области. В этот же день нами был выставлен пост, благотворительным фондом объявлен сбор, к которому очень активно подключились районы. Огромнейшее спасибо, вот прямо от всего сердца хочется сказать, жителям Тольменского района, жителям Красногорского района, Хабары, Славгород. То есть это люди, которые в течение суток-двух собрали целыми газелями помощь. И в настоящее время она комплектуется на базе ГО. С утра до 10 мы их впускаем и ближе к вечеру уже все забирают. Огромными партиями вещи свозят на базу ГОЧС в Барнауле. Именно отсюда отправится фура в Курскую область. Кстати, жители страны и Алтайского края в том числе освоили новый и оперативный способ помощи через популярные маркетплейсы. То есть, живя за тысячи километров, можно оплатить заказ и его доставят в пункт выдачи в Курской области. Все подробности можно узнать в соцсетях движения «Мы вместе». Также штаб «Мы вместе» открыл сбор помощи в Краевом дворце молодежи в Барнауле. И это лишь малая часть того, что удалось собрать за несколько дней. В принципе, собрано уже свыше 250 килограммов гуманитарной помощи. Кто-то увидел там новость, кто-то увидел в соцсетях. Сегодня, допустим, молодой человек приходил и сразу уточнил, что нужно. Пошел в магазин и принес медикаменты, принес средства личной гигиены. Работы достаточно много, потому что люди приходят постоянно в течение дня, приносят большими партиями, большими пакетами. Мы когда принимаем, мы смотрим, что при нам принесли. То есть, как бы на сроки годности, на состояние, то есть, если детские вещи или вещи в принципе. Мы смотрим, чтобы они были не порванные, не грязные. Все волонтеры находятся на постоянной связи с Курской областью, чтобы оперативно узнавать о том, что действительно сейчас нужно людям, которые попали под атаку ВСУ. Так, например, нужна помощь и вооруженным силам, которые были переброшены в Курскую область. Маскировочные сети, амуниция, нательное белье. Срочный сбор гуманитарной помощи объявил и Народный фронт в Алтайском крае. Народный фронт Алтайского края объявляет сбор для пострадавших территорий Курской области. Нужны в большом количестве генераторы, средства РЭП, для автомобилей скорой помощи, а также для других технических служб. На ваших экранах адреса пунктов сбора помощи в Барнауле. После 18 августа гуманитарный груз отправят в Курскую область, туда, где его сейчас очень ждут. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле для детей участников СВО и их семей провели мастер-класс по изготовлению самолетов. Мероприятие приурочили ко Дню военно-воздушных сил России. Подробнее о том, какие модели получились и о впечатлениях юных создателей, расскажем далее. В детстве все делали самолеты из бумаги. Летали они эффектно, но недалеко. Чтобы смастерить модельку поинтереснее, уже нужны небольшие знания об аэродинамике и строении воздушного судна. Ими с детьми участников СВО делился Владимир Пушенко, педагог городского центра развития творчества и спорта. Мастер-класс провели в честь Дня военно-воздушных сил. Чтобы сделать модельку планера, детям нужно было лишь несколько вещей. Специальная рейка, бумага и клей. Хоть самолет и кажется простым, смастерить его не так уж и легко. Особенно хвостовую часть. Поэтому ребятам помогали родители и другие родственники. Мы приехали на мастер-класс сегодня. Побывали. Очень нам понравилось. Тем более в преддверии праздника. Много узнали про самолеты. Оказывается, столько интересного можно было узнать. Организовали мастер-класс члены комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае. Основная цель этого объединения – поддержка родственников военнослужащих и организация патриотически-творческих мероприятий. Ребятишки с большим трепетом и с очень интересом слушали не только, как изготовить самолет, но и о том, как он управляется, как делает бочку, как делает петлю. В завершении некоторые дети и сами попробовали сделать бочку на новеньких самолетах. Это возможно благодаря бумажным элеронам, которые регулируют крен. В общей сложности в мастер-классе приняло участие около 20 человек. Впечатления хорошие. Отличные впечатления. Данил Кузнецов. День с толком. Продолжим. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет родителей содержать детей до 23 лет, а именно студентов-очников. Депутаты считают, что студентам трудно жить на копеечную стипендию, а эта мера гарантирует им финансовую поддержку. Если же у родителей отсутствует такая возможность, совершеннолетние дети смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Срок выплаты алиментов, соответственно, тоже увеличивается на 5 лет. Как к такой инициативе относятся Барнаульцы, выясняла наша съемочная группа. В принципе, для большинства родителей, а может быть для доброй половины, сценарии не поменяются. Мы содержим своих детей так и так, пока они учатся в вузах. И нас, родители, в какой-то степени содержали. А дальше многое, наверное, зависит от культуры воспитания. Уже многие в университете начинали работать, помогать родителям. Мне кажется, что нужно, потому что у студентов не всегда бывает время заработать себе на обучение, на проживание. И нужно больше сконцентрироваться именно на учебе, нежели на выживании. Я не согласна. Пусть решают сами и дети, и родители. Кто может, тот поможет. Кто не может. Сами родители и дети. Пусть мы помогаем, хорошо помогаем. У меня сестры потеряли рано своего папу, и они первое образование на свое получали элементы. Это очень их сильно поддерживало. Они получали еще плюсом социальную стипендию. И это им дало полноценную возможность до конца доучиться, получить красные дипломы. Это должно быть, наверное, в добровольном порядке. У меня сын сам в Санкт-Петербурге учится. За обучение плачу. За то, что живет на съемной квартире, тоже оплачиваем. Мама с папой. В советское время наши же родители приводили пример, что дети старались уже в таком сознательном возрасте помогать родителям и зарабатывать какие-то средства себе. То есть на карманные хотя бы расходы. Да, разговор о том, что содержать, обучать, я думаю, конечно, родители должны. Но насколько это принуждать через законодательство, вопрос спорный. Представители туристического бизнеса Турции вновь предложили отменить систему «Все включено», пояснив, что туризм должен развиваться. А это предполагает всевозможные варианты размещения гостей на курортах страны. К примеру, отели без включенного в стоимость путевки алкоголя. Как к подобным предложениям относятся барнаульские эксперты? И не упадет ли турпоток в случае отмены all-inclusive? Турки вновь заговорили об отмене популярной у россиян системы «Все включено». Если all-inclusive исчезнет, то ситуация на туристическом рынке точно изменится, утверждают специалисты. В этом случае большинство людей скорее выберут для посещения Египет или Дубай. Однако очередные разговоры об отказе от устоявшейся системы «Все включено» алтайские эксперты все же расценивают как пиар-ход. Это такая определенная спекуляция, потому что огромное количество продуктов, огромное количество алкоголя и всего когда-то остается невостребованным, что-то выкидывается. Многие отели говорят, что это нерентабельная часть. Но опять же, говорить о том, что обязательно в порядке введут эту систему, на мой взгляд, пока не приходится и ожидать этого тоже пока смысла нет. По одной простой причине. Это огромная целевая аудитория. По данным экспертов, почти 80% россиян голосуют за систему «Все включено» и лишь небольшая часть за отдых с завтраком или без него, а также за возможность выбрать дорогие алкогольные напитки. И этот факт, несомненно, примут во внимание представители турецкого турбизнеса. Ведь, со слов специалистов, турпоток из России уже и так уменьшился в связи с высокими ценами на путевки. Проблемой стала большая инфляция в Турции. За год стоимость проживания в некоторых отелях выросла на 30-40%. У нас предусмотрены в основном 9-10-11 ночей, то средняя стоимость, ну, скажем так, минимальная стоимость на человека отеля 4-5 звезд начинается примерно от 90 тысяч на человека. И даже горящие путевки, которые очень любят наши туристы и жители Алтайского края в том числе, тоже не отличаются прям кардинальным снижением. И это цены с учетом вылета из Барнаула. Чартеры в Турцию, в краевой столице полетели еще в мае. Согласно подсчетам, прямым перелетом за три месяца лета воспользуются около тысячи человек. Данил Кузнецов. День с толком. В Барнауле в одной из йога-студий провели благотворительный день для мам, воспитывающих особенных детей. Идея принадлежит руководителю студии, у которой со здоровьем тоже не все в порядке, как различные направления йоги и медитации помогут женщинам, которые практически полностью отдают себя детям, выяснила наша съемочная группа. Азы дыхательной техники, базовые асаны и многое другое. Так проходят бесплатные занятия йогой для мам, которые воспитывают особенных детей. Этот курс называется, так понимаю, «Принять себя». Поэтому пришла принять себя, узнать о себе, найти свое «я». Потому что очень много внимания уделяется ребенку, и как бы чуть-чуть потеряла себя. И вот поэтому хочу себя найти. Найти себя Наталье помогли в Барнаульской йога-студии. Там впервые провели благотворительный день для мамочек. Все-таки хочется делать добро, и понимая, что сейчас очень много людей и детей находятся в особенном положении, то есть разные болезни, и хотелось бы чем-то помочь. Хотелось бы помочь йогой, мамочкам успокаиваться, медитировать, наслаждаться жизнью, своим телом тоже заниматься и заниматься своей жизнью, не только погружаться в детей. С восьми утра и до девяти вечера преподаватели студии работали с мамами особенных детей. И специально для них разработали различные практики и медитации. Понятие и принятие себя и детей, здоровая спина, любовь к себе, занятие йогой в гамаках «Позволь себе летать». Моему сыну 13 лет, у него диагноз аутизм. Устало сейчас чувствую, потому что эмоционально вымоталась на этой практике, потому что прям все там проживали. А что проживали, что делали? Расскажите поконкретнее. Ну, вы что делали? Ручали, кричали, плакали, танцевали. За весь благотворительный день студию посетили порядка 10-12 мам. Кроме того, для особенных детей был организован сбор средств. Они сегодня с утра делают пожертвования, и по истечению дня мы переводим сумму именно на особенных детей города Барнаула. Я бы так уточнила, именно для наших детей. Сегодня мы попробовали это, да, и хотелось бы еще повторить. Повторить, и, наверное, раз в месяц мы будем устраивать что-то такое благотворительное. За день для детей удалось собрать пока небольшую сумму – порядка 10 тысяч рублей. Однако, уверен руководитель студии, это только начало. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. И о спорте. Доски, лодки и перчатки. В Барнауле завершились финальные баталии по шахматам, кикбоксингу и гребле на байдарках и каноя. 12-летняя спартакиада учащихся, которая завершилась в краевой столице, объединила сотни сильнейших спортсменов из разных уголков страны. Об итогах спартакиады и почему такие старты – серьезный этап в карьере каждого спортсмена, расскажет Дмитрий Дроздов. В спартакиаде учащихся России участвуют дети до 17 лет. Она проходит раз в два года. Ценность ее в том, что спортсмены, побеждая, получают не только медали, но и очки для своих регионов, поднимая их в рейтинге спортивности. А это и престиж, и финансирование, и шанс попасть в сборную России по своему виду спорта. Тем самым уровень турнира высок не только для спортсменов, но и для организаторов. Регион может о себе заявить, как о городе, который готов принимать самые масштабные соревнования. Барново уже много-много раз доказывало, что самые высокие соревнования мы довольно-таки легко проводим на высоком организационном уровне. И все гости, которые приезжают сюда, оценивают и говорят, что это одни из лучших соревнований. И вот сейчас, в промежутке, тоже представитель Всероссийской Федерации говорит, что это было самое лучшее мероприятие за, вот именно по этому возрасту, Спартакеада лучшее в России. Раньше всех свое выступление на Спартакеаде начали шахматисты. 16 регионов привезли сильнейших игроков королевской игры. Команды играли в 7 туров. И, согласно регламенту, очки начислялись как за победу, так и за поражение. Наша команда здраво оценивала свои шансы и ставила перед собой задачу попасть в топ-10. Не хватило совсем чуть-чуть. Сборная Алтайского края в общем рейтинге стала 11-й. А вот первое место заняли шахматисты из республики Башкортостан. А самое главное, что это Спартакеада объединила три, казалось бы, совершенно разных видов спорта. В советское время многие игровые виды спорта, кроме игровых, еще и бокс, тогда кикбоксинга не было. Они играли в шахматы, потому что шахматы учат просчитывать вперед, в кикбоксинге это важно. В гребле я тоже надеюсь, что это пригодится. А такой вид спорта, как шахбокс, который мы на самом деле в время суперфинала покажем, говорит о том, что кикбоксинг и шахматы не так уж и далеки. Третье место в общекомандном зачете Спартакеады по кикбоксингу заняла команда Алтайского края. С такими результатами наши файтеры зафиналили домашний турнир. Всего в копилке алтайских спортсменов три бронзы и долгожданная золотая медаль от бичанина Василия Юрченко. Кроме спортивной части, для гостей Спартакеада организовали и культурную программу. В целом, все участники соревнования довольны. Выехали на Нагорный парк, сфотографировались у знаковых букв Барнаул. Поэтому я думаю, что это замечательная массовая фотография разлетится по всей стране. Медали завоевали и наши гребцы на дистанциях 200 и 500 метров серебро и бронза. Стоит отметить, что на водные баталии приехало свыше 300 участников. Это самая массовая делегация спортсменов. Организация этой Спартакеады Алтайский край в очередной раз доказал, что готов на 100% принимать не только российские, но и международные старты высочайшего уровня. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Если вам есть что рассказать, ждем звонка по номеру 205-545. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok